Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от западных стран предоставить военную технику. Несколько государств пообещали отправить противотанковые и зенитные ракеты, а также стрелковое оружие. Но Зеленский заявил, что Киеву нужны танки, самолеты и противокорабельные ракеты. Президент Украины выразил разочарование тем, что самолеты советского производства, которые есть у восточноевропейских стран, в частности Польши, до сих пор не переданы Украине. Хотя публично и эти страны, и США заявляли о готовности к такому решению. Если партнеры не помогут Украине самолетами и танками, а такие возможности у них есть, существует высокий риск, что российские войска создадут уже не только ракетную угрозу для территории наших соседей, дружественных Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и стран Балтии, а и напрямую общевойсковую. На их границах, под их городами и пойдут дальше. Соединенные Штаты намерены предоставить дополнительно 100 миллионов долларов США в виде помощи в области гражданской безопасности, говорится в сообщении Госдепа. Финансирование будет направлено на средства индивидуальной защиты, полевую экипировку, тактическое снаряжение, предметы медицинского назначения, бронетехнику и средства связи для Государственной пограничной службы национальной полиции Украины. В заявлении Госдепа содержится призыв к Владимиру Путину положить конец насилию и выбрать путь мира и дипломатии. Тем временем в Российском оборонном ведомстве опровергли сообщение о вызове граждан военный комиссариат. Хочу подчеркнуть, все подобные звонки осуществляются с территории Украины и являются провокацией украинских спецслужб. Официально заявляю, никаких вызовов военные комиссариаты граждан, пребывающих в запасе Минобороны России, не проводят и не планируют. Продолжение следует...